Спасибо, приветствую зумчан. Привет, зумчане. Замечательно видите их и вас. Так чудесно быть в городе. Снова привет из солнечной Венгрии. У нас уже черешня поспела, отцвела. Здорово. И здесь уже, так сказать, солнце светит. Это здорово. Хорошо, хочу вас поздравить с праздником. И сегодня удивительный день. Великий праздник. И мы сегодня немножечко затронем эту тему. Давайте с вами коротко помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твои дары, Господь, за то, кем Ты являешься, что Ты Бог даятель, Господи. О, и нет конца, и нет конца Твоему даянию, Твоей любви. Мы славим Тебя, благодарим Тебя. Мы молим, просим Тебя, чтобы Ты оживил наши сосуды, Господь, чтобы наполнил нас Собою, чтобы Твоя благодать истекала внутрь нас, через нас, к другим, от других к другим, от тех к еще другим, Господь. Потому что Твоей благодати достаточно, больше, чем нам необходимо. Мы молим, помажь это слово, Духом Твоим святым. Благодарим Тебя за Твоего Сына во имя Иисуса. Аминь. И не зря пастор Наурлан упомянул, говорит, так чудесно, так чудесно поклоняться, верно? Наслаждение поклоняться Господу. Вот что-то происходит, когда мы начинаем петь, верно? Что-то внутри начинает, ну, как сказать, касаться нас, правда? И вот это касание, то есть это то, что нас назидает и трогает наши сердца, это ценно, правда? Это ценно. Ну, что интересно, если, например, мы с вами, скажем слово вода, правда? Вода. Все понимают, ну, вода – это ценная вещь. Воду можно пить, правда? А в воде можно стирать одежду, а в воде можно купаться, да? А даже в воде, ну, не дай Бог, можно утонуть, да? То есть вода, слово, имеет очень много значений, то есть как мы можем ее использовать. То же самое и здесь, в Писании говорится, да, в Захарии 12.10, в Малых Пророках. Бог говорит, что «Я и залью на вас дух благодати, и будете». Понимаете? То есть когда человек жаждет, и он хочет пить, когда жарко, он что, пойдет и купит воды, и утолит свою жажду, правда? А и здорово, что есть такая возможность, да, то есть удалить свою жажду, напиться в жаркую погоду воды. Это понятно, если кто-то мне скажет или будет проповедовать в жаркую погоду о воде, но не даст мне воды, ну, как-то не очень. Может быть, и проповедь будет замечательная его о воде, расскажет все о воде, но я так и останусь как? Ненапоенным. Ненапоенным, да? То же самое и здесь, понимаете? Если мы с вами будем говорить о благодати, ну, в принципе, неплохо, да, неплохо, но нам нужно нечто больше, чем говорить о благодати, нам нужно ее что? Пережить, нам нужно ее пережить, нам нужно ее принять. И Бог говорит в Захарии 12.10, Он говорит, я изолью дух благодати, и будете. Понимаете? Идея какая. То есть, я, в принципе, не хочу вам говорить о благодати, но я хочу, мое сердце, чтобы вы пережили потоки живительной воды, да, пока вы слушаете это слово. То есть, вот, а какие мои мысли? Пережить, значит, испытать, наполниться. И когда Господь изливает это, мы говорим, о, как хорошо, как хорошо поклоняться, как бы больше побыть в таком состоянии, верно? Как бы напиться этой живительной воды. Поэтому в Писании от дух благодати и воды живые, да, они связаны. В Иоанна 7 глава, 37, 38, 39 стихи, Иисус говорит, что из чрева, да, у вас, из нас, из чрева нашего, да, живота потекут воды живой воды. Но прежде чем, чтобы они бы потекли, необходимо самому напиться, правда? Поэтому это очень важно. Итак, сегодня, давайте с вами откроем Деяние, вторая глава. Во второй главе, в Деяниях, первый стих, говорится, при наступлении дня Пятидесятницы. Что? Сегодня какой праздник у нас? Шавуот. Шавуот. День? Походу. Пятидесятницы. Да, при наступлении Пятидесятницы, говорится здесь, да? Все они были янодушно вместе. То есть, еврейский народ до Нового Завета очень хорошо знал и праздновал день какой? Шавуот, верно? День Пятидесятницы. Поэтому, ну, здесь говорится в Деяниях, вторая глава, первый стих, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Чем же наполнился-то дом-то? Ну, то есть, посмотрим сейчас. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Верно? То есть, другими словами, в день Пятидесятницы было излито то, что было обещано, да? В Ветхом Завете, да, книга Иоаиль, там, вторая глава, если мне память не отказывает, тридцать четвертый или тридцать второй стихи. То есть, было дано обещание, и это было что? Исполнено, да. То есть, вот он, дух благодати, дух, который, да, животворит нечто внутри нас, наполняет нас, да, освежает, укрепляет и так далее. То есть, вот это ценно, вот это важно, и это есть. Иисус сказал на кресте, что свершилось. И он же не просто сказал так. Когда он сказал эти слова, разорвалась завеса в храме. Вот что важно. И то, что было недоступно людям, всем Ветхом Завете, теперь доступно нам с вами. Понимаете, через кровь Христа доступно то, что, в принципе, наша душа, наш дух так нуждается. Вот в этом, что мы не можем видеть, но мы можем это ощутить, мы можем это пережить. И когда это происходит, когда мы поклоняемся Христу, с вами слышим Слово Божье, оно нас наполняет, и затем нечто. В нашем сосуде что-то происходит, да? Верно? Так оно? И давайте сегодня поговорим немножечко более детально о таком слове, как сосуд или емкость, да? Что это такое, сосуд или емкость? Ну, прежде, пока мы открываем, я хочу, знаете, просто ободрить Инну. Хочу ободрить Инну. И в Будапеште я повстречался с Мушвиком, он переехал туда с его семьей. Я никогда и не знал, понимаете, что... Я говорю, Мушвик, а как ты вообще принял Христа? Он говорит, ты знаешь, я встретил однажды очень красивую, необычную девушку в поезде. Я говорю, да? И что? Ну, не знаю, я был далек от всего, настолько далек. Я увидел нечто. Я говорю, ну, она сказала тебе что-то, дала трактат. Говорит, ну, подожди, подожди, я тебе расскажу. Ну, расскажи мне, что тебя коснулось? Да нет, я нечто увидел. Я говорю, что ты увидел? Какая-то диодема. Не знаю. То есть ее лицо настолько было свежее, такая необычная, как будто как-то, не знаю, с небес сошла, что ли. Но это, говорит, субъективные чувства. И я вот почему-то думал, да? И когда я посмотрел на ее лицо, ее лицо сияло. И потом, говорит, нужно было выходить. Смотри, она встала и вышла. Я говорю, подождите, подождите. Говорит, разговор завязался. И она дала мне трактат. И в мгновение, говорит, я раз, этот трактат взял, и двери закрылись. Я говорю, не может быть. А кто это была-то? Я говорю, это Инна была. Инна. Я говорю, Мушвик, ты представляешь? Секунды, и этот бы трактат у тебя просто, ну, у нее осталось в руках. Говорит, да-да, а я получил этот трактат, и там был телефон, и я взял и позвонил, и пришел. И моя жизнь изменилась. Я говорю, Мушвик, у тебя сокровище. Напиши это. Напиши, ты журналист, опубликуй. Понимаете? То есть, так это ценно, так это здорово. И я увидел работу Святого Духа в его жизни. Понимаете? Поэтому мы сегодня с вами говорим об этом. Я думаю, что это приятно и не услышать, да. Это было благословенно, вообще здорово, как Господь ее использовал. И плод реальный, да. Плод реальный. И кто знает, сколько жизни Мушвика, да, прикоснулся к жизням людей. Это здорово. Это невероятно. Итак, давайте с вами откроем Евангелие, а не Евангелие, а не Евангелие, а второе послание к коринфянам. Четвертая, вторая, прямая четвертая глава. И посмотрим один стих оттуда. Первая, вторая. Четвертая глава, седьмой стих. И здесь говорится, но сокровище это, сокровище это, мы носим в глиняных сосудах. Итак, сокровище какое? Мы получили с вами что? Задаток, да. Это сокровище и получили, и мы носим. Где мы носим его? В наших глиняных сосудах. И другими словами, Слово Божие нам говорит, что мы люди, мы это сосуд, емкость. И мы носим это сокровище внутри. Это здорово. Можно носить и год, и два, и десять, и двадцать, да? А что если, пока мы носим это сокровище внутри? Что если? Что если? Что если? Мы нечто сделаем. Давайте мы откроем 4 царь, 4 глава. Итак, одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж умер, ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обеих детей моих в рабы себе. И сказал Елисей, что же мне сделать тебе? Вот ситуация. Реально, сегодня столько людей в нужде, верно? И бывает часто, мы спрашиваем, когда мы, может быть, бессилием или не знаем, что делать, а что же делать, верно? Что у меня есть? Бывает так, что вроде как и не видишь вообще ничего. Бывает так, что вроде и нечего, сказать, не знаю, что делать. И он спрашивает, а что же тебе сделать? Что есть в доме у тебя? А что у нас есть в доме? Что у нас есть ценное? Понятно? Итак, мы поняли, что Писание говорит, что у нас с вами есть что? Мы сосуд, правильно? Если все у нас забрать, но оно всегда останется две вещи. Я как сосуд и то сокровище, которое внутри. То есть это мы потерять никак не можем. У нас могут все забрать, да? Всего лишиться. Но я как сосуд и то, что внутри, сокровище. Понимаете? Это невероятно здорово. И он говорит, а что у тебя есть? Она говорит, ничего нет. Но впрочем, впрочем, кроме сосуда с елеем, вот что у меня есть. У меня есть сосуд с елеем. И сказал ей, а он, пойди попроси себе сосудов на стороне. Да? У всех соседей твоих сосудов пустых набери немало. Знаете, я шел по улице и смотрю вокруг. И там столько сосудов. И я абсолютно уверен, что у них, ну, заглянуть внутрь, что у них есть. Есть у них то сокровище? Нету. А что если мы возьмем, что у нас есть, и начнем переливать? Переливать, да? Как Инна. Она сидела, и он что-то увидел. И она сказала, слушай, на, на. Раз, двери закрылись. Секунду. А он раз и взял. То есть она что сделала? Она перелила. Она перелила из своего сосуда в другой. И только Бог знает, да? Сколько коснулся и мушвик людей. Только Бог может посчитать. Да? Это удивительно. Что если мы сегодня начнем переливать то, что у нас есть с вами? Знаете, как здорово? Он говорит, набери, и к соседям сходи, и туда сходи, и туда сходи, и собери их себе. Она думает, ну, а в чем? У меня же только немножко масла. Совсем немножко. Может, не понимает. Наверное, он не понимает. Ну, просто меня утешает. Да? Он не понимает, что масла немножко мне не хватает. И с сыном мы сейчас просто используем, и все. И пошла от него. Ага, не, не, немножко. Ага. Так. И пошла от него, и заперла дверь, и стала плакать от своей безнадежности. Правильно? Ну, поговорила, пошла, заперла дверь, сказала, а, и пошла плакать от своей безнадежности. Ну, что интересно, в Писании говорит по-другому. И так она заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Да? И она набрала этих сосудов. И они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. А он сказал, нет боли сосудов. И остановилось масло. Две вещи. Две вещи. Итак, немножко масла, но она послушалась. Она пошла, взяла, и что они стали? Она стали переливать. Переливать. И оказывается, это немножко стало больше, потом еще больше, потом еще больше, и еще больше. Когда мы с вами выходим на евангелизацию и переливаем то, что у нас есть, знаете, что-то внутри происходит. То есть, в этот момент, оказывается, Дух Святой начинает мне служить. Понимаете? То есть, вот включается этот божественный механизм, да, когда Дух Святой умножает то немножко, и умножает и еще, и умножает и еще. И мне, говорит, так хорошо становится, правда? Так чудесно. Поэтому я хочу вас призвать, да, в день Пятидесятницы, чтобы мы начали переливать, набрали себе этих пустых сосудов. Может быть, на работе сказали соседям, или кому-то еще. Два слова можно сказать, знаете, ты ценен. Вчера, вчера мы, я в Копе, но пастор Алексей остановился. Мы пошли в Аки, уже поздно было, после девяти часов мы пообщались там, покушали салатика, пообщались и выходим. И стоят трое, знаете, ну, машины такие крутые, девушка и человек такой вот, ну, сказать, не россиянин, видно сразу, да. Я не знаю, что там внутри, у меня так-то это не было, ничего. Но я говорю, давайте, мы остановимся, я говорю, здравствуйте. Знаете, я хочу вам рассказать радостную весть. Они сказали, о, нам не надо. Я говорю, ну, знаете, я понимаю, вы же не знаете, что я вам хочу сказать. Я говорю, вот вы стоите, так сказать, с молодой девушкой, наверняка в своем сердце вы думаете, о, как хорошо бы, чтобы она меня любила и всегда. И она, думаю, тоже ожидает от того, чтобы вы ее любили. Правильно? Он говорит, ну, вообще-то вы правы. Я говорю, видите, да. Да, поэтому у нас независимость от того, верующие вы, я сказал им пару слов, что я верующий, да, или верите, или не верите. Мы, говорит, вы не верим. Вы ожидаете любви. Знаете, но девушка может дать вам совсем чуть-чуть любви, да. Я говорю, девушка, он может совсем чуть-чуть, и у нее умыслы могут быть другие, да. Но мы знаем того, кто любит вас без условий. Говорит, откуда вы знаете такое, говорит. Кто-то вам сказал, я говорю, знаете, если бы кто-то сказал, вы бы были правы. Это очень хороший вопрос. Мне никто не говорил. Я уверовал на кладбище. Без всех. На кладбище, да. То есть я это пережил, мне никто не сказал. Мне потом сказали, но сначала я пережил. Я говорю, если вы могли бы пережить любовь, вы бы за мной побежали. Побежали бы затем, понимаете. Вы бы бросили все. Говорит, ну, ладно, у нас нет времени. Говорит, ну, хорошо, езжайте. Ну, я ему сказал Евангелие, понимаете. Поэтому, так или иначе, их что-то задело, что-то коснулось. Вот почему важно, да, в день этот непростой, да, у нас с вами есть нечто. Мы сосуд, и у нас есть это масло. Масло. И его нужно переливать, чтобы больше было. И Господь это усмотрит, да. Давайте будем переливать два-три слова человеку. Может быть, да, это будет достаточно, чтобы принять незаслуженный дар Божьей благодати. Аминь. 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 Аминь.